Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы рады приветствовать вас на ледовой арене Дворца Спорта Юбилейный в городе Альметинск, где уже через несколько минут начнется первая домашняя встреча. 20 минуток исчерпаны и команды же расходятся миром. А теперь вашему вниманию самые интересные и яркие моменты этого поединка на ваших экранах. Первая заброшенная шайба Риязом Галиевым, который уже на старте первой 20 минутки, если не ошибаюсь, на второй минуте открывает счет и спутник выходит вперед в сегодняшней встрече. Ну а затем серия удалений в результате недисциплинированных игроков. Подводит спутник и уже забивают игра 5 на 3 шайбу игроки Чайки силами Антона Силаева. 12 секунд потребовалось всего при игре 5 на 3 и счет становится 1-1. Вот автор заброшенной шайбы, принимает он поздравления от партнеров. Ну а затем еще были удаления в альмической команды и вновь численным преимуществом воспользовались нижегородские хоккеисты и вышли впервые в этой встрече вперед. Вот здесь великолепный бросок Ильи Федотова оставил неудел в долг кипера альмической команды Михаила Никитина и выходят игроки нижегородцев вперед в этой встрече. Ну а здесь после великолепного сольного прохода Петрова у нас нешуточный кулачный поединок состоялся. И здесь момент, когда был близок спутник к тому, чтобы сравнять счет. Но шайба каким-то невероятным образом угодила то ли в штангу, то ли в перекладину. И вот здесь опять кипят страсти. Ну да, у нас в первой половине встречи довольно много было стычек. Затем игра к большой радости, к большому успокоилась. И уже гораздо более дисциплинированно действовали игроки и той, и другой команды. И здесь момент, когда были близки игроки Чайки к тому, чтобы организовать взятие ворот. Вот там Артем Левинский не сунел собственного угла поразить пустой угловорот. И здесь сольное действие 19-го номера команды Чайки Даниила Амелюсика. Застали Михаила Никитина враспок и таким образом стал счет у нас встречи уже 1-3. Ну а здесь уже великолепный бросок от синей линии защитника. Нижегородской команды оставляет вновь Михаила Никитина не делал. И счет становится 1-4. Так у нас закончился второй период. В конце которого получили большинство игроки спутника. Распорядиться которому удалось уже в начале третьей линии. Все нотки вот на ваших экранах. И пробеги куклы как раз этим большинством воспользовался и сократил отставание в счете до двух шайб. И затем буквально спустя минимальный пробежуток времени удается еще сократить отставание в счете Амельским коккеистам. Здесь вот бросок игрока Амельского застал дакистанского враспок. Сейчас становится 3-4. И вот момент с Ильязом Галиевым, который оформил дубль и сделал невероятный камбэк с командой. 4-4 становится счет. Оставшееся время третьего периода победителя не выявило. И у нас игра перешла в овертайм. Большой промежуток времени был 3 минуты для отдыха. Но им эффективнее воспользовались игроки Чайки, которые всего спустя 16 секунд после начала овертайма силами Павла Волокитина сумели вырвать победу в этом непростом поединке. И Спутник в очередной раз доказал, что может играть на равных с лидерами чемпионата. Что ж, поздравляем команду из Нижнего Новгорода с победой. Завтра состоится повторная встреча этих команд. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok